Сегодня хочу рассказать, как я пересаживаю вот этот кустик бульданеш на постоянное место. Можно выращивать как в контейнерах, так и на постоянном месте. В комментариях прикреплю еще видео посадку именно в контейнер. Весь уход заключается в весенней обрезке, подкормках и обработках от тли. Самое главное правильно посадить. Всем добрый день, вы на канале Голубика Днепр и продолжаются мои осенние работы. Понятно, что я занимаюсь не только одной голубикой, на моем участке растут и другие растения. И вот хочу сегодня рассказать и обязательно прикреплю фото, как цвел мой кустик бульданеш. Он заработал у меня своим красивым цветением, своей неприхотливостью уже пересадку на постоянное место. Значит, это у меня четырехлетний кустик, который уже у меня трижды цвел и рос в контейнере. Я его делала перевалку. Обычно, так как участок у меня маленький, я наблюдаю. Если мне нравятся растения, тогда я его поощряю и сажаю уже, выделяя ему определенное место. Здесь я делаю цветник. Потихонечку у меня здесь еще, скажем, строительные неухоженные работы, потому что потихоньку я хочу сделать пионник, насадить много разноцветных пионов и прикрыть у меня тут некрасивый кусочек шинами вот этим большим цветущим красивым кустом бульданеш. Какая особенность? Сажаю я и пересадку делаю только в покупной торф. Это стимулирует, это дает питание. И мне не надо в течение сезона этот кустик подкармливать. Рос он у меня последнее время в 20 литрах. Пересаживала я его где-то раз в год, делала перевалку. Теперь ямка у меня для пересадки уже глубиной где-то 30-40 сантиметров как раз, чтобы мой полностью корневой ком ушел под землю и слегка может быть заглубление на 1-2 сантиметра. И по ширине еще дополнительно 10-15 сантиметров для того, чтобы досыпать нового грунта, дать нового питания. Из контейнера я достаю, как обычно это все показывает. Я достала уже. Мы что делаем? Придавливаем вот так свой контейнер для того, чтобы немножко размягчить корневую. И после этого очень легко доставать растение. Я уже до этого достала. Теперь смотрите. Когда растение растет в контейнере, принимают форму горшка. Поэтому корешки вот эти вот надо слегка на всех растениях расправить. Я сделаю сейчас. Если на голубике я делаю очень сильное орыхление, то на других растениях, на гортензии, на бульдонезии, я просто перенаправлю эти корешки в стороны, чтобы когда они попали на новое место, корешки пошли, не стали дальше вот так сбитые, заглушенные, а чтобы они могли расти дальше в стороны, когда растение будет хорошо развиваться. И внизу, и по бокам вот такое сделаю орыхление. Теперь устанавливаю корневую ком в центр ямки. Обрезать, делать обрезку я никакую осенью не буду. Я посмотрю, как перезимует мой кустик. И потом уже будут видны цветочные почки, которые заложатся весной, будут весны, заложатся осенью, будут весной, весны видны. Теперь я присыпаю покупным торфом. Опять же, это уже низинный черный торф, в котором много питания. Можно в этот торф добавлять перлит. Я буду еще добавлять осеннее удобрение. При посадке я всегда добавляю суперфосфат, это питание для корневой, и сульфат калия, чтобы закладывались цветочные почки, вызревали побеги. То есть было цветение, наш цветок получал все питание для будущего сезона. И вот такой у меня сыпучий, черный, хороший торф, как раз для растений, не кислолюбов, уже для обыкновенных растений. Обсыпаю корневую по кругу. Скажем так, можно сажать полностью в этот торф, можно перемешивать со своей землей, можно добавлять агроперлит, который будет помогать удерживать влагу, когда сильно влажно будет забирать на себя влагу, когда будет очень сухо, отдавать от влага. Где-то два ведра я высыпаю торфа, и теперь уже весь мой корень присыпан этим питательным грунтом, я добавляю уже основную свою огородную землю, которая была выкопана из ямы. Неплотно насыпала грунт, начинаю вносить осеннее удобрение. У меня это столовая ложка двойного суперфосфата, разбрасываю по краю ямы, потому что это питание для молодых корешков, которые будут тянуться к питанию. Для того, чтобы куст хорошо рос, мы заправили посадочную яму, и теперь его молодые корешки, еще теплые дни есть, будут тянуться, расти в поисках пищи. Поэтому стволы кормить не нужно, мы кормим молодые корешки. И еще в ножу где-то 2 столовых ложки сульфатокалия. Это, как я уже сказала, отвечает за хорошую зимовку, за вызревание побегов и за цветение. То есть 2 столовых ложки на кустик я рассыпаю тоже по приствольному кругу. То есть вот тут по периферии, чтобы каждому корешку досталось питание. После этого, почему я неплотно грунт свой засыпала, потому что я хочу еще это удобрение зарыхлить. Я предпочитаю все удобрения обязательно не сверху рассыпать, а рыхлить, потому что, допустим, суперфосфат, его перерабатывают бактерии, и растворяться в воде это удобрение не будет. Либо очень-очень долго нужно. Вот по ходу нахожу всяких вредителей, и буду проливать сейчас обязательно антихрущом от разных подземных вредителей, чтобы не съели корневую моего кустика. Делаю обязательно вокруг кустика луночку, чтобы водой, которую я полила, вода не растекалась, а оставалась и шла к своему корешку. Значит, какую пропорцию антихруща? Я делаю 10 мл суспензии антихрущ на 5 литров воды и проливаю куст по влажному грунту. Сначала я пролью водой, вода впитается, дам ей впитаться, и после этого пролью антихрущом. Антихрущ борется с большим количеством вредных насекомых, именно которые растут, живут в грунте, еще они не ушли на зимовку, поэтому они сейчас массово побегут грызть молодые свежие корешки кустика, поэтому надо его защитить. Антихрущ впитывается в растение, распределяется по всему растению, и борется, это системный препарат, будет бороться и с подземными, и с надземными, листогрызущими, цветогрызущими, и будет защищать мое растение 30 дней. Все суспензии или жидкие удобрения, которые вы применяете, всегда взбалтывайте, для того, чтобы активировать их. Вот у меня антихрущ, чтобы перемешался осадок, который садится на дно. Это очень важно. Еще по поводу бульданеш, по уходу за бульданеш. Что хорошо в этом кустике? Основная проблема, которая возникала у меня по уходу за бульданеш, это раннее весеннее тля. То есть, как только становятся теплые погоды, это один из первых розы, и бульданеш, на него нападает тля. Но так как мне кушать его не надо, я использую любой химический препарат для обработки роз и этого кустика. И все. И забываю на целый сезон, протлю. То есть, больше тля не беспокоит. Больше никаких таких вредителей я не встречала. И смотрите, какой красивый листочек осенью. Насколько красивая краска, салатовая, переливается вот эти вот красноватыми. Дальше, по поводу тоже каких-то обработок там от болезней или еще что-то в подкормках. Обрабатываю другие свои растения и остается всегда какая-то капелька на мой кустик. Для того, чтобы здесь, опять же, не было никаких пятнистостей, не приставали никакие всякие гнили, все остальное. Поэтому обработала голубику, малину, клубнику и в конце прошлась обязательно по этому кустику. И достается еще и моим пенчиком. И вот свои 10 миллилитров я разбавляю в леечке. Хорошо перемешиваем, для того, чтобы хорошо все растворилось. Грунт, как я уже сказала, влажный. Вода впиталась. Он рыхленький. То есть, если когда мы проливаем растения, нужно делать проколы под другими растениями, которые росли уже несколько лет. То здесь земля была перекопана, только посаженные растения выливают целую лейку антихруща. Потому что здесь у меня прикорневая зона еще и алычи. Алыча сладенькая, поэтому здесь очень много перекопки. И тюльпанчики у меня росли. Поэтому много встречается личинок майского жука. Поэтому вылью целую лейку воды. Последнее, что остается мне сделать, это оформить вокруг ямки, прорыхлить, заграблить, сделать красивый участочек и поблагодарить свой кустик. Встретимся в следующей весной. Все свои растения, которые меня огорчают, я ругаю обязательно. Это на них тоже работает. Или срубаю, или выкопаю, пересажу, выброшу. То есть, уже у меня не однажды такое было. Про кизил я показывала, про персик я показывала, насколько растения пугаются. Но если растение меня радовало, если оно цвело хорошо, не капризничает, то можно его и поблагодарить. Да, это живое растение. Я с растениями разговариваю точно так же, как и с людьми. Поэтому, чтобы растения вас радовали, вы их благодарите и ругайте. Это очень простой дедовский способ. Всем хорошего мирного дня. Вы были на канале Голубика Днепра.